Всем привет! Меня зовут Евгений и вы на канале торговой марки Merlin. Сегодня у нас на обзоре будет торпеда PVC. Одним из его главных плюсов является цена. Она здесь вполне демократична и будет доступна почти каждому и особо не навредит вашему бюджету, но сам будет сможет принести вам довольно много пользы. Какое именно я расскажу далее. Основная роль буя для подводной охоты или дайвинга заключается в том, чтобы промаркировать и обозначить свое место охоты или погружения и дать понять окружающим, что под водой есть человек и стоит это принять во внимание. Вы наверное сами понимаете, когда вы охотитесь, то большей частью тела вы погружены в воду и видно только шлем и трубку и в целом вас довольно сложно разглядеть на воде. Также стоит обратить внимание, что ваш слух не так хорош, как на суше и вы попросту можете не услышать шум двигателя, направляющегося в вашу сторону. Так вот, чтобы дополнительно себя обезопасить и промаркировать себя и свое место охоты, стоит брать с собой на воду булл. Тут конечно стоит обратить внимание, что однозначно он пригодится на море, на крупных водоемах и на фарватере судоходных рек. А вот если вы охотитесь в камышах или на мелких водоемах возле берега, в закоряженных местах сильным течением, то я бы не советовал его убрать. Он может зацепиться, запутаться и будет обузой, нежели будет приносить помощь. Бой из-за своей яркой расцветки, которая чаще всего выполнена красного или оранжевого цвета, виден очень хорошо на больших расстояниях и дает понять, что здесь есть подводный охотник или давик. И в данное место не стоит плыть. А лучше всего сделать заранее маневр и направить ваш катер, скутер или другое плавсредство по другому маршруту. Также буе выполняет несколько очень важных функций. Все конечно зависит от формы буя, но базовой я перечислю несколько плюсов. Более развернуто я рассказывал это в обзоре Буя Твин. Если что, можете посмотреть. Я добавлю переход на данное видео. Итак плюсы. Первое, это возможность закрепить дополнительное или основное снаряжение. Тут все просто. От гермобокса до ружья. Закрепили и забыли. Идем дальше. Второй плюс. Это как средство для упрощения переходов на воде. Залезли на бурь и гребете ластами. Скорость увеличивается, да и комфорт перехода. Третий плюс, это если вы потеряли что-то и вам надо быстро это место зафиксировать. То просто сбрасывайте грузик, которому присоединен буй и вот место зафиксировано и вы можете проводить поиски. Еще один плюс касается охоты в зимний период, когда на улице уже минус и возможно образование льда. Еще бывает, что льдину несет под течение и вы можете нормально нырнуть, а вот при выныривании попасть под льдину. Чем поможет вам буй? Вы всегда можете вернуться в место, где был ваш буй по льне и не попасть под льдину. Теории наверное хватит, несколько слов теперь про сам буй торпеда PVC. Буй в надутом состоянии имеет размеры в длину 79 сантиметров и в диаметре 28 сантиметров, а высота с флагом 50 сантиметров. Общий вес 275 грамм. Он выполнен из материала ПВХ ярко-оранжевого цвета и не имеет защитного кожуха, т.е. он имеет только одну камеру. Имеет форму торпеды или сигары, кому как больше нравится. Эта форма дает минимальное сопротивление на воде и буй не будет вас стопорить. На верхней части буя расположен ниппель для надувания, который потом прячется и не мешает. Надуть буй не составит много времени и сил, так что надувать и сдувать буй можно на каждой охоте для экономии места при его транспортировке. Сверху мы также можем видеть крепление под флаг, который идет в комплекте. Флаг выполнен в красном цвете с белой диагональю, признанный во всем мире как дай флаг. Флаг легко вставляется и плотно сидит на своем месте. На нижней части есть 5 держателей. Один в передней части будет по длине, а остальные 4 свободного назначения. Что туда прикрепить, это вы уже сами придумаете. Добавлю, что не стоит пренебрегать своей безопасностью. Вы сами знаете, что ваша жизнь это самое ценное, что у вас есть. На этом все, с вами был Евгений, до новых встреч.